Всем привет! С вами Ольга и канал Место под Солнцем. Если вы смотрите мои предыдущие ролики, то, наверное, знаете историю про скворчат, которые вывалились из гнезда. Их было трое. Вот. И один оказался очень живучим, и я его решила взять домой и попробовать вырастить. Я сейчас смотрю обучающие ролики, и это ещё та наука, потому что этот скворушка, оказывается, нуждается в таком уходе. Он нуждается в температуре 30-32 градуса. Ну вот у меня сейчас здесь на втором этаже очень жарко, 29 градусов. Ну и я думаю, что достаточно, он не дрожит. У него, вот если видите, пушок такой, сейчас я его на руку возьму. У него такой пушок уже вылезает и превращается в пёрышки. То есть он уже такой не совсем маленький. Иди сюда, малыш. Иди сюда, покажись. Вот такой он, потешный. Вот. У него торчит волосики. И вот здесь торчат волосики. Но уже растут пёрышки. Глазки открылись. Вон какой хорошенький. И кормить надо это чудо. Раз в полчаса примерно. Ну, в зависимости от возраста. Вот. Ротик будешь открывать? Да, сейчас он будет открывать ротик. Я попробую его кормить. Кормить его надо обязательно сушёными насекомыми. У меня нет сушёных насекомых. Я вчера всё, что было, собрала с подоконников. Бросила даже клич соседям. И некоторые отозвались. Спасибо им. Но этого очень мало. Поэтому я его буду кормить сейчас. Вот сейчас я его положу. Пусть пока подождёт. Я его буду кормить из шприца. Это тоже я научилась по видеоролику. Это смесь получается яичного желтка с морковкой, с творогом. Туда ещё надо добавлять пищевой мел, но у меня пока нет. Я добавила туда, если видите, немножко насекомых, которых я собрала. Вот там чёрненькое. Может быть видно. В общем, это всё. Я сейчас попробую ему скормить. И кроме того, что кормить, их ещё надо поить. Вот так вот я вот это делаю. Сейчас я возьму баночку для кормления. Потому что в таком глубоком кашпо я взяла кашпо от цветка. И туда положила тряпочку и салфетки. Птенец отлично какает и писает. Вообще он должен после каждого кормления делать. Так что надеюсь, что с желудком у него всё в порядке. Он такой активненький. Сейчас, по-моему, он собирается опять что-то хвостиком делать. Давай, перед едой, может быть, опустошит то, что нужно. Я пойду за баночкой пока. Более мелкой, в которой удобнее его будет кормить. Вот я беру такую баночку. Она у меня плоская, сантиметров, наверное, 8 высотой. Мне здесь удобно птенчика кормить. Это наша столовая. Давай-ка, давай-ка, я тебе переложу и попробую тебе дать шприца еды. Я уже делала это сегодня с 5 утра. Оказывается, птенцов надо кормить весь день. И спят они тут. С 9 вечера до 5 утра они спят. Можно не кормить. Так что у меня сегодня был ранний подъём. Вот наше чудо. Сейчас попробуем этого желтого ротика покормить. О, она лапки встаёт. Иди сюда, маленький. Давай. Давай, если будешь открывать сам клювик, будешь молодец. Давай, не бойся. Хочет сам клювик открывать. Давай, давай, желтая ротика. Так. О, скушала. Молодец. Молодец. Так, давай ещё. Давай ещё. Клювик открывай. Открывай, клювик, открывай. Так, кушай. Кушай, кушай, кушай. Вот, молодец, проглотил. Умничка. Давай теперь порция с насекомыми самая вкусная. С начинкой давай. Ой, много тебе положила. Нет, не съел. Блин. Самая вкусная не съел. Ну-ка давай-ка. Давай-ка попробуем руками запихать самую вкусняху. Выплюнул. Очень сложно угадать давление шприца. Да, у меня ещё рука не до конца выздоровела. Поэтому, чтобы давить с нужной силой, чтобы выдавливать его маленькими порциями. Давай, давай. Давай, открывай, клювик. Открывай, клювик. Открывай, вкусняшку надо есть. За каждое кормление такой птенец должен съедать примерно размер двух фасолин. Насколько я в ролике посмотрела. Кушай, кушай, кушай. Кушай, кушай, кушай. И класть нужно в клюв как можно глубже, чтобы он не давился. Вот, молодец. Ну, выплюнул. Давай. Давай, ещё открывай, клювик. Эх, третий руки не хватает. Не хватает третий руки. Давай. Давай, открывай, клювик. Открывай. Вот, молодец. Давай, кушай. Кушай, давай. Кушай, кушай. Кушай, кушай. Вот, молодец. Давай. Ну-ка, кушай, давай. Ещё и на лапках стоять не может, сидит на попке. Молодец. Ну не тряси головой. Молодец. Давай, давай. Давай, съедай то, что я тебе положила. Вот, молодец. Давай, там мошечки. Там мошечки. Видно хоть бы? Думаю, в сторону уехали. Так, давай, маленький, давай, вот с мошками ещё. Давай, давай. Открывай свой клювик, открывай. Открывай. Вот, молодец. Вот как хорошо. Ну, мошку выпрямила. Давай ещё разок. Давай ещё разок попробуем. Вот так вот. Ну-ка, давай, кушай, кушай. Вот, молодец. Проглотил. Ура. Мошек проглотил. Ну, давай ещё вот это чуть-чуть. Конечно, пальцем кормить очень неудобно. И шприца гораздо лучше. Ну, ладно, давайте. Шприца докормлю, потому что без шприца и пачкаюсь сама, и птенца пачкаю. Клювик, вытрем. Клювик, давай. Ну-ка, покажем, какой ты молодец. Покажем, какой ты молодец. Вот такая жопка. Такое брюшко толстенькое. Батюшки. Говорят, у них ещё зоб должен быть здесь. Но у него зоба нет. Видать, он ещё не наел этот зоб. Так что кормлю каждые, стараюсь, полчаса или 40 минут уже тут. Как получается. Давай, маленькие. Давай ещё попробуем. Давай. Давай, открывай ротик. Открывай. Открывай. Открывай ротик. Открывай. Вот, молодец. Давай, давай, кушай. Ну, что ж ты выплёвываешь? Ну, вот в ролике тоже сказали, что если они выплёвывают, надо всё равно их принудительно кормить. Потому что иначе они просто не вырастут. О, проглотил. Потому что родители им, оказывается, в клюв запихивают глубоко, чтобы они специально это съели. Вот так давай. Ну-ка, кушай, кушай, кушай. А если запихать не глубоко, то они как бы в дыхательные пути попасть. Ну, давай, давай. Проглоти. Вот, молодец. Умничка. Проглотил. И говорят, что после каждого кормления нужно 2-3 капли водички давать. Чтобы они попили, чтобы не было обезвоживания. Ну, что ты тут валяешься? Давай, вставай. О, на лапке встаёшь. Молодец. Так что сейчас я наберу водички. У меня тут уже... О, покакал. Отлично. Сейчас салфеточку сменим. Вот это, да. Значит, процесс идёт. И хвостиком потряс. Вот какие молодцы. Прям как ребёнок, слушайте. Поел и покакал. Молодец. Молодец. Сейчас мы тебе сменим салфеточку. Я поэтому его и кормлю в отдельной ёмкости, чтобы он не испачкал своё гнёздышко в кашпу. Так, давай-ка уберём эту штуку. Вот какой молодец. Хороший птенчик. Так, давай постелим ногу. Немножечко ещё попьём. Я прямо из вот этого шприца его упою. Вот там немножко ещё еды осталось. Я немножко водички возьму. Сейчас клювик ему добавлю, запить, чтобы лучше каккалось и писалось. Давай, открывай ротик. Открывай маленький ротик. Открывай. Открывай ротик. Открывай. О, бля. Ой. Вот так вот лишнее потрясём, а нужное попьём. Давай-давай. Давай вытяните остаточки еды. Молодец. Молодец, птенечек. Может, и выживет. Ну, конечно, наука ещё та. Их нужно обязательно кормить насекомыми. Я сейчас поеду в зоомагазин и буду там искать какую-то еду. Потому что то, что я намешала, это временная мера на день-два. Но, в принципе, птенец не будет хорошо развиваться, если кормить только вот таким яичком, творогом и морковкой. Надо обязательно кормить сушёными насекомыми. Так что поеду за сушёными насекомыми для вот этого вот чуда. Вот такое. Сейчас он пойдёт отдыхать после кормления, после того, как он попил, покакал. Всё нужды свои справил. Вот здесь вот чистенько. Иди сюда. Иди сюда, малыш. Всё, готов. Пойдём в комнату. Закрою его в отдельной комнате, потому что кот очень интересуется и хочет познакомиться. Не с благими намерениями. Поэтому закрываю в комнате. Там жарко, как ему и нужно. И там нет кота. Вот такая история про скворчонка. Пока что он жив. Буду вам рассказывать дальше, что с ним будет. Да, малыш. Всё. С вами была Ольга. И канал Место под солнцем. Субтитры создавал DimaTorzok